Доброе утро! Как в нынешнее время живется актером? Как вы себя реализовываете в Одессе? Как вы себя реализовываете в Одессе? Ну вот сейчас снимается один проект в Одессе, продолжает сниматься и все. Как бы очень трудно. А что привлекает вас, например, в киноискусстве? Ну, скажем так, это мечта детства. Я вырос на голливудских фильмах и хотел именно играть, показывать, нести что-то в зал. Не просто какой-то, ну как-то так вообще. Не актерам ради того, чтобы быть знаменитым, да? Или там, вот как многие не понимают, когда хотят чего-то от жизни, для чего им это нужно? А вот вам это нужно для чего? Вот и дальше три точки вам слова. Ну, я не буду врать, честно сказать. Я не понимаю, для чего просто играть, не хотя чего-то большего. Не хотя славы, не хотя на этом заработать. Вот. Конечно, хочется. Но при этом все-таки хочется оставить какой-то след, то есть донести какую-то полезную информацию или принести пользу через кино. Конечно, хочется. Вот. Что мы, собственно говоря, и пытаемся делать. И с Женей, и... Мы еще хотим коснуться вот вашего проекта, который вот ожидает своего воплощения и материализации в полной мере, да? Вот вы, наверное, представите наш видеоматериал следующий, который мы подготовили для телезрителей. Что это? Вот подробнее. И мы глянем вот буквально фрагментик. Это планировался как сериал «Психо». Мы сняли пилотную серию для того, чтобы найти спонсоров. Но спонсоров пока не нашли. Вот. Будем пытаться искать. Руки опускаться не будут. Сейчас Женя... Сценарий написал Женя. Женя и снял. Если можно, тогда сразу представьте Женя, о каком вы говорите, чтобы нашим телезрителям выяснить. Ромов, режиссер кинокомпании «Неологик Филмс». Вот мы вместе играли в театре, ушли оттуда и сделали свою пока что маленькую кинокомпанию. Давайте тогда сразу непосредственно перейдем к медиоматериалу, чтобы понимать предмет, на чем мы говорим. Давайте. Нас будут бояться. Против нас не пустишь пули, они бессмысленны. Против нас не направишь армию, она будет бездействовать. Нас не взять даже ядерными боеголовками, потому что враги будут бояться их использовать под страхом позорной смерти. Это объект под номером 74. Один из наших лидеров в области инноваций. Покажи нам, что ты можешь. Только чуть-чуть. Так, это что за фокусы? Как это? Понимать, господин, господин, господин. Это всего лишь наука. 74. Видишь, у господины Карлишева галстук плохо лежит? Поправь его. Слышный тварь! Прекращай! Тихо, тихо, тихо. Вы видели лишь маленькую толику того, на что способен этот подопыт. Это специальный блокатор психосилы. Он еще в разработке, и поэтому мы можем лишь частично контролировать ее способности. Но это пока... Мы посмотрели фрагмент... Достаточно такой загадочная атмосфера, вот, держит напряжение зрителя. А чем этот проект должен был отличаться, и мы надеемся, что он будет отличаться от других подобных полумистических фильмов? Тем, что это история украинского супергероя, скажем так. То есть, в Америке есть человек-паук, Бэтмен, у нас это был бы человек с телекинетическими способностями. Человек, который олицетворял бы Украину. А как пришла такая идея, кто приложил руку, скажем так? Кто вдохновил? Ну, сценарий написал Евгений Громов. Мы, на самом деле, с ним никогда не скрывали любви к американскому искусству, к американскому кино Голливуду, где, помимо актерской игры, были еще и спецэффекты. И как-то хотелось что-то сделать такое необычное, что-то мистическое. То, что сейчас, собственно говоря, и популярно. Ну, а как вы планировали, должны ли быть в нем спецэффекты? Именно вот, да, вот то, чтобы любовь к голливудскому кино, она и подталкивает к тому, чтобы оно было зрелищное, да? Ну, грубо говоря, экшен, вот это есть слово такое, да, которое вот вносит такой смысл. Ну, обязательно, конечно, хотим. Но для этого нужны очень большие средства денежные. Вот, пока что откладывается на неизвестный срок. Но, в принципе, голливудское кино, это не значит спецэффекты. Можно привести в пример Тарантино, его фильм «Бешеные псы», где был снят просто в гараже. Что там есть? Актерская игра, сценарий, хороший свет, хорошая камера. Да, но наполнение очень сильное при этом. Шикарное кино, да. 20 лет его смотрели и 20 лет будут смотреть еще. Ну, в любом случае, нужны спонсоры. И мы надеемся, что наш отрывочек, который мы сейчас показали, все-таки кого-то заинтересует. Стимулирует, да. Но нескромно, может, вопрос. А как вот, вот мы, например, далеки от бюджетов, ну, я имею в виду, вот, экономически мы не подкованность. Юлия, вот нам хотелось бы услышать, допустим, а какие вообще суммы фигурируют сейчас вот, ну, для создания каких-то фильмов, для определенных объемов, я не знаю, вот какой-то, допустим, сколько необходимо средств вам для того, чтобы воплотить свою идею в жизнь? Ну, если это не секретная информация, конечно. Ну, скажем так, мы подсчитывали, вот, для первой серии, когда это еще хотел сниматься сериал, 20 минут, нужно минимум 200 тысяч гривен, вот, на каждую серию. По старому курсу, это я шучу. Да, это по старому курсу, вот, это было когда-то, полгода назад мы считали. Вот, ну, сейчас Женя захотел буквально недавно снимать трилогию все-таки, я его в этом плане... Чтобы ограничить чуть-чуть в количестве серий, наверное, да? Да, во-первых, а во-вторых, ну, кино как-то звучит лучше, чем сериал. Да, сериал, к сожалению, как-то очень часто удешевляет, хотя бы даже сам подход, да? А тут трилогия, это вот я сразу вспоминаю, там, «Властелин колец», там, «Хоббит», да, сразу вот так вот, поднимается дух. У нас сегодня в гостях актер Артемий Егоров, и, конечно, продолжаем озвучивать вопросы, много чего хотим знать. Мы уже окунулись в атмосферу психо, и мы поняли, что это нечто такое, связанное с мистикой, насколько вы в реальной жизни верите ли вы в мистические совпадения, и не боитесь ли вы, что этот проект может закончиться чем-то особенным в вашей жизни? То есть с кем? Не будем говорить о каких-то негативных моментах. Ну, скажем так, верим, бывали случаи в жизни и со мной, мы о них говорить не будем, не боимся. Если что-то должно произойти, будут какие-то знаки предупреждающие. Вот, вы могли видеть, там бутылка двигалась, вот мы вызывали специальный экстрасенс, который ее поднимал. Честно говоря, надо было снимать очень быстро, потому что на это должно было затрачиваться очень много энергии, и он просто очень сильно устал, когда... То есть вы очень серьезно подходите к процессу съемок, и вплоть до привлечения к этому настоящих магов? Конечно. Вот, насчет, мы не привлекаем чертовщину сюда, а мистика пусть существует, почему нет? Люди, которые задействованы на проекте, много их ли? Да, и также вместе с вами не хотят во всех трех, ну, как вы уже запланировали серия... Как вам удалось, чтобы они также поверили в эту идею? Заинтересовать? Ну, скажем так, не всех удалось до конца переубедить, кто-то согласился постольку-поскольку. А согласился с чем? На работу или с тем, что есть мистика в жизни? На работу. Честно говоря, затрачивали свои деньги на фильм, вот, и актерам, которые были задействованы, платили мало. И, честно говоря, не все хотели работать на полную силу. Но были же люди, которым это интересно, идейно? Да, были. Честно сказать, еще одна такая вещь. Сталкивались с людьми, которые всегда говорили, ребята, мы вам поможем бесплатно просто вот только зовите. Только зовешь бесплатно помочь, появляется куча каких-то дел, нежелания, что-то еще. Поэтому, конечно, платить надо обязательно актерам. И пока мы не найдем большое количество денег, снимать нет смысла. Потому что кто-то обязательно скажет, что он заболел, он не может, или еще что-то. Вот есть актеры, которые играют в кино, есть актеры, которые играют на сцене, в театре. Вот вы можете для нас вот ту границу расписать, да? Вот чем отличается игра на сцене от того, что происходит на площадке, и что сложнее для актера? Ведь есть те, которые не смогут, допустим, быть перед камерой, но могут на сцене себя комфортно чувствовать? Ну, не знаю, если актер уже прошел театральную сцену, то перед камерой он может держаться. Потому что на сцену ты, если играешь там какие-то главные роли, выходишь, и ты на сцене час от начала до конца, а в кино ты можешь делать дубли, ты можешь передохнуть еще как-то. Поэтому кино, конечно, гораздо легче. То есть, получается, в принципе, ну, наверное, это слишком грубо будет сказать, но перед камерой все-таки, наверное, легче, да, или нет? Можно сделать дубль какой-то, да? Нет, легче, наверное, за счет того, что можно переиграть. Переиграть или переснять дубль какой-то. Ну, хорошо, не все, я уверен, голливудские, да, крутые актеры, о которых мы привыкли думать, ну, все, это уже пик популярности, и они такие, там, ну, просто крутые ребята. Их, если на сцену отправить, то наверняка мало кто из них, вернее, далеко не все смогут отыграть роль театральную. Да, сыграть, например, Ромео или Джульетт на театральной сцене. Мы так образно уже говорим, да. Ну, да, но вот, допустим, взять Брюса Виллиса, не знаю, он никогда в театре не играл. Ну, а надо ему это. Мы его любим таким... Вы считаете, что каждый должен занять свою нишу и определиться с тем, что ближе ему? Или можно совмещать? Да. Если ты боксер, не лезь в политику. Если ты актер кино, не лезь в театр. Если ты актер театра, икра везде. И на сцене, и поя, и танцуй, и все. То есть, как вы считаете, все-таки наша украинская киноиндустрия должна стремиться к идеалу западного образца? Более того, сейчас появилась такая возможность, потому что Россия сюда не едет, и у Украины есть большая возможность поднять свой кинематограф. Поднимет ли? Это уже, конечно, зависит от режиссеров, от спонсоров, от актеров. Захотят ли они? Вот. Мы хотим с Женей поднимать украинское кино. Да, мы хотим делать это в стиле Америки. Не скрываем это. Потому что пока никто ничего лучшего не придумал в плане, да? Пока не придумал, да. Поэтому и, конечно, равняться, как говорится, нужно именно туда. А скажите, существует ли какой-то кризис сейчас в кино? Если он существует, конечно. Я задаму сначала нашу страну, да, а потом перейдем к... Давайте я немножечко уточню вопрос Сережи. Скорее, кризис материальный, это все понятно. Есть ли духовный кризис, есть ли кризис идейный? Да, конечно, есть, Господи. Посмотрите эти сериалы, в которых играют наши актеры. К сожалению, приходится соглашаться на это, чтобы как-то выжить. Но когда ты смотришь, я не говорю про все сериалы, но когда ты смотришь то, в чем ты снялся, и, наверное, раз подумаешь, Боже, зачем? Зачем я там снимался? Просто бредятина и все. Я, честно, не понимаю, почему это делается. Почему, ну, какие-то же деньги на фильм выделяются. И причем все равно они не маленькие. Да, и почему нельзя взять там, допустим, 200 миллионов, ну, к примеру, я не знаю, 5 миллионов долларов, и вместо сериала сделать какой-то двухсерийный фильм, но такой фильм, чтобы это было, Господи, да Украина может снимать кино. Почему так не сделать? Не понимаю. А вы считаете, что есть талантливые актеры, есть с каким материалом работать продюсером, режиссером? Есть, есть сценаристы, есть потрясающие актеры, которым просто некуда вылиться, кроме как сериалы, которые сейчас сюда едут. Загвоздка в материальном ресурсе исключительно. Ну, а как вы считаете, есть какой-то секрет хорошего кино? Вот каким должно быть кино сейчас, в наши дни, да, согласно современным требованиям зрителя и вообще вот мировых тенденций? Ну, желательно тонкий юмор без использования комедий-клаба, какой-то пошлятины, не знаю, дружба, отношения мужчины и женщины, отношения между друзьями. Ну, можно что-то придумать, во всяком случае. У нас есть такие идеи с Женей, которые мы хотим воплощать. Просто опять же все упирается в средства. А должно ли кино быть человечным, то есть нести какие-то общепризнанные ценности? И каким бы сюжетом не было, не было развито в кино, то есть, например, вы берете мистику, но чтобы это обязательно упиралось, как раз о чем вы говорите, в любовь, в дружбу и не в что-то светлое? Конечно, в «Идоке» все должно быть, как говорится, хорошо. Я не говорю, что должен быть прямо хэппи-энд, но должно быть жизнеутверждение. Главное, после фильма человек должен захотеть жить, а не должен сидеть и думать. Как все ужасно, и в конце смерти. Не хочу жить, да. Обязательно. Вот мы сейчас не будем говорить про идейные наполнения. Мы помним, советское кино, особенно послевоенное, оно очень было такое патриотичное, оно было наивное очень сильно. Вот наивность, она должна присутствовать тоже. Вот утопическая такая идея хорошая. Вот то, о чем мы сейчас перечислили, но я имею в виду, что жизнь должна быть приукрашена в некоторых смыслах. Ну, когда Альберт Эйнштейн придумал теорию относительности, все стало на свои места. Конечно, должна быть. Она не должна зашкаливать. Все должно быть на своем месте и в нужной пропорции. Мы продолжаем беседовать с Артемием Егоровым, актером, участником кинопроектов, прошлым певцом. Может быть, еще и настоящим мы еще не знаем. Когда придет вдохновение вновь, так мы еще и услышим. Да, сегодня мы затрагиваем именно ваше творчество в киноискусстве. И мы подготовили еще один видеоматериал. Да, который представляем нашим телезрителям. Деньги из кассы быстро. Ты думаешь, легко стоять за этим прилавком по 15 часов в день? Я не говорю, иди воруй, но живя по-твоему, никогда не добьешься того, чего хочешь. Конфуций, да что ты не сказал на фоне твоего поступка, твои слова копейки не стоят. У меня нет мысли в голове. Типа напиться до беспамятства или ждать прихода. Жена хочет тачку, хочет дорогие шмотки. А если тебя поймают? А если тебя посадят, ты об этом подумал? Она говорит, папа, ты самый лучший. Ты сказал им, на чем их любовь растет. Ты сказал им, где ты берешь эти деньги. А чего ты лишил своих детей ради принципов? Честь, достоинство, вера в добро и справедливость не позволяют мне идти на такие поступки. Братан, что ты ноешь? Нужно стремиться к своей мечте и все такое. Ты пришел, чтобы убить меня, так дело дело. Стреляй! Подробнее расскажите о самой идее, что это? Это рабочее название «Мечта». Буквально вчера Женя сказал, что будет называться «Выбор». Это фильм о мечтах, о том, что некоторые люди мечтают только и ничего для этого не делают. А некоторые идут к своей мечте, но, скажем так, причиняя вред другим. Вот. И выбор, выбор между тем быть счастливыми или страдать. Делать ради своей мечты все или сидеть и ничего не делать. Ну, тут затраются очень тонкие моменты. Тут можно перейти некие границы, да? Тут тоже философский такой подход. Сценарий был написан пять лет назад с Женей, вот, и как-то он отложился. Но на сегодняшний день он очень актуален, потому что я все больше замечаю новостей, что где-то какое-то ограбление произошло, мародерство, еще что-то. И всегда людей на это чаще всего провоцирует какая-то жизненная ситуация, обстановка. Вы об этом? Да. Вот, к сожалению. То есть вы хотите донести это, в принципе, до зрителя, чтобы было что? Понято? В том, что можно помимо того, что идти грабить, еще и варианты. Просто додуматься до них надо. Мы подсказываем, что можно сделать для того, чтобы не идти по этому пути. Это такое достаточно социальное кино, социальный проект. Да, скажем так, да. Артемий, скажите, а вот вас, как актера, какая мечта, если не секрет? Ну, не то, что там самую заветную мечту, наверное, озвучивать неуместно, но вот что в ближайшей перспективе вы хотите? Вот мы уже увидели психо, да, фрагмент мечту. Это то, что сейчас, вот сейчас нужно уже делать, да, вот то, что сейчас назрело и то, что уже готово к воплощению в жизнь, да? Ну, конечно, воплощать еще сценарии, те, которые написаны. Делать полный метр. Сыграть с какими-то известными актерами. Голливудскими. Собственно говоря, делаем все для этого, учим английский язык. Будем пытаться. Сейчас я все чаще вижу в Голливуде актеров, которые имеют отношение непосредственно к Украине, к России. Все возможно. У некоторых даже знаменитых актеров даже корни из наших мест, собственно говоря, родных, да. Мы же знаем это прекрасно. Да, и Сталлоне, и Ди Каприо, и Вупи Голберт, кто угодно. Ну, многим, я думаю, импонируют ваши такие проекты, идеи, мысли. Готовы ли вы к тому, что путь будет достаточно трудным? И вы готовы терпеть некоторые трудности ради того, чтобы вы все-таки достигли этих целей и реализовать эти проекты, которые уже есть сейчас и которые пока лежат на полке? Путь не то, что трудный. Он практически невозможный. Просто вот стоит перед тобой стена, наверное, не знаю, 10-метровая, и ты вот так головой ее продалбливаешь. Очень трудно. Иногда хочется все просто бросить и повернуться, и уйти назад. Но ты все равно всегда идешь вперед. Мы готовы. Но если вы уже говорите об этом, значит, другого просто варианта нет для вас, и другие варианты неинтересны. Поэтому, естественно, воплощать нужно то, что действительно идет из души. Жанр в кино самый любимый какой есть? Или, наверное, нельзя так определиться на одном чем-то? Ну, нельзя так определиться на чем-то. Хотелось бы совмещать драму, боевик и комедию все в одном фильме. Собственно говоря, мы знаем массу фильмов, в которых это все совмещается. Почему бы нет? И чтобы потом это был жанр Артемия Егорова. Да, что-то свое, может быть, привнести в киноискусство. Ну, хотелось бы. Посмотрим. Все возможно. А к ужасам как относитесь? Людям так не хватает современного. И вот этого некого нерва. Экшен такого мистического, ужасного. К сожалению, вот ужасы, да, многие, вот этот жанр связан с какими-то там садистскими штучками. Вот, например, для меня это очень тяжело, да. Но да, оно есть. Видимо, современному человеку чего-то не хватает, что он пользуется спросом. Достаточно кассовые фильмы получаются. Не знаю. Ну, как ваше отношение вот можно услышать? Или пока на данном этапе вас станет сильно интересует? Когда-то любил я фильмы ужасов, но сегодня я эту бесовщину, чертовщину привлекать не хочу. Она ничего не несет. Какой добрый, светлый сегодня у нас гость. Да, поэтому мы должны уже вот подводить итог, некий итог нашей беседы. И, наверное, ну, не знаю, может быть, что-то пожелаете телезрительным, модесситам. Вот он сейчас смотрит, да. И я думаю, что будет интереснее, как человек, который идет вот на пути к реализации своей мечты, цели. И в поисках, возможно, единомышленников. Как вы считаете, пожелаете людям, возможно, быть так же напористыми, как и вы? — Я приведу в пример небезызвестного Арнольда Шварценеггера. На каждом этапе его жизни ему говорили, что у него ничего не получится. Бодибилдер — это забудь. Актер — не выиграет. — Тем более, да. — Да, политика — это ты не пройдешь даже в первом туре. Сейчас снова стал сниматься, перед этим ему сказали, ты уже старый, куда тебе? И каждый раз он доказывал всем, что все возможно. И никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки. Будет плохо, будет тяжело, но, поверьте, конечный результат того стоит. — Ваши слова, да богу в уши. Мы вам желаем творческих успехов и, конечно, реализации тех идей, которые вы сегодня озвучили и которые еще не озвучили. И надеемся, что вы уже придете к нам с вашим коллегой и представите полнометражный фильм хотя бы психом. Или с частью уже реализованных, материализованных идей. Большое вам спасибо за сегодняшнюю встречу. Я говорю вам, не прощайте, а до свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова